Редактор субтитров А.Семкин Добрый вечер. Добрый вечер. Ну, я думаю, следует начать нам, наверное, с того, как, собственно, Максим оказался на Кубе. Собственно, тебе слово. Расскажи, пожалуйста, как он прибыл на Кубу, как он жил там первое время и чем занимался. Ну, чем занимался? Прибыли мы самым простым образом. Через Франкорт, с Киева взяли билеты и прилетели на Кубу. То есть, поначалу жили в Гаване, проехали все побережье Карибского моря, смотрели знаменитые Вородео и прочие прелести Кубы, а потом уехали, грубо говоря, в старую Кубу, Сантьяго де Куба. Это самый старый город Кубы, ему 500 лет. Вот, там большая бухта, очень красиво, город объявлен наследием ЮНЕСКО, очень красиво, но очень бедно, потому что кубинцы бедны, как, не знаю кто, сравнить не с кем. Но что удивляет, одновременно расстраивает, это то, что, несмотря на бедность, они довольны, сука, не пьют. Вот мы были там на Новый год, ходили, типа, аналог местной елки, народ гуляет, алкоголь свободной продажи, а пьяных рыл, вот реально пьяных нет. Так, ну это я отвлекся. Ну а так чем занимались? Купались, дразнили крокодилов, тыкали в них палкой, ловили крабов, пробовали есть все, что можно, черепахи, там, до чего угодно. Ну что, всем, наверное, интересно, как нас брали? Да, я думаю, это наиболее интересная тема, да, расскажи, пожалуйста, что вообще произошло. Я помню, что полиция на Кубе очень интеллигентная в высшей степени, там все очень аккуратно это происходит. Вот, значит, мы были, все, что вручу брали в отеле, это неправда, мы не жили в отеле, мы снимали так называемый абитасьон, но это аналог частного дома. Мы снимали там два номера, там хозяйка, все, то есть приехало две машины, нас взяли и увезли в комбинальную полицию местную. Меня отпустили, сказали явиться утром, а Макса сказали, вот типа до установления личности. Дело в том, что в ходе обыска почему-то не нашелся его паспорт, он куда-то пропал, то ли его полицейские местную тянули, то ли Макс где-то раньше его потерял, непонятно. Вот, ну, значит, что-то проясняться начало только на следующий день, то есть меня допрашивал там замначальника местной полиции, вот, их интересовало только одно, значит, первоначальную информацию, которую дали о Максиме кубинцам, это то, что он там рецидивист, занимается грабежом, рэкетом и все такое, вот просим вернуть. То есть там не через Интерпол, вот все, что пишет, что это запрос Интерпола, нет, это неправда. То есть там прямая договоренность Министерства внутренних дел России, которые позвонили во внутреннее министерство, то есть там прямо на самых-самых верхах, то есть педалобия где-то сидит очень высоко. Вот, но кубинцам дали неверную информацию, потому что там спустя часов в пять, как меня уже допрашивали, приехала местная КГБ, прям целый автобус их приперся, и вот их уже заинтересовало, то есть у меня потом я выложу аудиозапись, я два с половиной часа писал записи, как меня допрашивали. То есть основное, что интересовало кубинцев, это правда ли Максим политически, ну то есть политически активен, то есть правда ли он медийное лицо, насколько он популярен в России, там еще один человечек с нами был, его тоже опрашивали, точно те же самые вопросы. Опять же, все в высшей степени корректно, то есть много раз они повторили, что если да, это подтвердится, что это политическое, то мы к Максиму претензий никаких не имеем, мы выдавать его никуда не будем, то есть мы его оставим здесь. Вот, и поэтому в принципе, а потом тоже интересный факт, значит поехали обыск делать в номере, где был Максим ГБшники, значит, ну я немного испанский понимаю, и значит хозяйки, где мы снимали, то есть местная КГБ сказала, что вы ни в коем случае номер Максима не сдавайте, он остается за ним, поэтому вот возможно вышла ошибка, если да, все подтвердится, то он вернется, а вот чуть ли не КГБ заплатит за эту разницу, что сейчас номер простаивает. То есть само отношение властей, то есть кубинцы явно боятся скандала, то есть они боятся попасть в неприятную ситуацию, я думаю, если бы еще этот незнаменитый долг, который Россия простила Кубе советский, то кубинцы бы точно его никогда не выдают. Ну, задавайте вопросы. Ну, вопросов у нас, к сожалению, в чате от слушателей пока нету, вот что-то у нас тут идет такой диалог, что кто-то слышит, кто-то не слышит. Я все-таки надеюсь на то, что люди нас сейчас слышат, я вот смотрю, у нас довольно много слушателей прибавилось. Сергей, а вообще на каком основании проводился у Максима обувь, если российские правоохранители... Ну, что мне непонятно, у меня есть какие-то бумаги, которые мне дали, вот, но дело в том, что, ну, надо понимать, что такое Кубе, там компьютерами не пользуются. Там приехал, значит, полковник КГБ, у него с собой два чемодана. В одном чемодане, вы удивитесь, это, значит, печатная машинка начала 20 века, то есть ей больше 100 лет. Вот, это выглядит красиво как антиквариат, но он на ней очень шустро печатает, но она пропечатывает только половину текста, и вот я сегодня целый день пытаюсь перевести, что мне там написали, как должности и какие телефоны, чтобы было куда звонить. Вот, значит, я сумел добиться там с миграционного посольства телефон контакта, но они почему-то сейчас, услышав русскую речь, бросают трубку и не берут, то есть никакой информации не дают. Но, как мне кажется, Максим по-прежнему Сантьяго де Кубо, может быть, сегодня его наконец-то перевезли в Гавану, но это 900 километров, а транспорт там очень древний и ходит очень долго. То есть он сейчас находится в Уэйсе, говоря русским языком? Нет, он находится не в Уэйсе, значит, туда, куда его завезли, это, грубо говоря, военная зона. Ну, не зона в плане сидеть, а зона в плане огороженное пространство. Вот, ну, судя по всему, там все не так уж плохо в плане содержания. Вот, относится к нему достаточно хорошо. Ну, надо сказать, что кубинцы вообще очень благожелательны. То есть вот можете ехать, чтоб вам это не говорили, можете в любую трущобу идти, ходить хоть там 3 часа ночи, если вы что-то спросите, вам все улицы будут подсказывать, как куда пройти. Ну, то есть люди там дружелюбные, в принципе. Я бы сказал, мега дружелюбные, то есть такого количества улыбок, как на Кубе, я не видел нигде. То есть социализм действует, то есть они лишены интернета, там безумно дорогой интернет, час интернета где-то порядка 7 евро стоит. А для них это, ну, а зарплата 15 евро в месяц. Вот, и плюс интернет есть только там совсем в нескольких местах, вот, и они счастливы, у них нет интернета, они занимаются спортом, там очень развит спорт, прям любой. Вот мы жили прямо возле школы, я жил, ну, на уровне третьего этажа, я выхожу в окошко, там двор внутренний, а там школьники, у них урок физкультуры, они в боксе и индивидуар изучают. То есть это не кружок, это вот прямо в школе. Ага, понятно. При том, что негры, мы на всю Кубу, а мы ее, ну, проехали по Кубе порядка 10 тысяч километров, мы видели, ну, может быть, 2 или 3 площадки с баскетболом, как ни странно. И вот здесь у нас, Сергей, сразу вопрос от слушателя на тему как раз вот выдачи Максима. Вот у нас человек спрашивает, Максим не знал о прямом соглашении с Кубой, видимо, речь идет о каком-то соглашении, которое есть. Что означает прямое соглашение с Кубой? Вот у меня тут же вопрос встречный к слушателю, я тоже не учусь. В этих соглашении с Кубой есть международные правила. Международные правила, в том числе их можно прочитать на российском сайте Интерпола, написано русским по белому, что розыск Интерпола осуществляется только по криминальным статьям. Единственная близкая статья, и даже если в этом случае статьи должны совпадать, единственная близкая статья, которая есть у кубинцев, это там выступление против коммунизма. Какая-то близкая, которая с какой-то натяжкой может затянуть по 282-ю. Но по факту такой статьи нет. Плюс статья политическая, то есть откровенно политическая. И сейчас задача всех желающих помочь, это писать вот кубинское посольство, это там вот сегодня ребята стояли с плакатами у кубинского посольства, то есть ходить вот на эти пикеты одиночные. То есть кубинцам нужно показать, что да, дело политическое. Потому что вот меня несколько раз спрашивали, а вот сколько подписчиков у Максима. Но они не знают, что такое контакт, они это рассматривают как сайт. Притом они сами не знают, что такое сайт, то есть они примерно знают, они где-то видели по телевизору и читали в газетах, что такое интернет. Вот, знаешь, вот я говорю, полковник от КГБ, вот он ездит со своей печатной машинкой. Вот даже как. Ну реально, то есть вот у меня от полковника КГБ бумажки, вот они печатались на машинке, которые печатали. А перевоз они вот этих вот бумажек, которые тебе передавали, Сергей, они как-то его осуществляли? С утра сделаю перевод и выложу. Вот, плюс у меня два с половиной часа аудиозаписи, но дело в том, что у меня изъяли всю аппаратуру, вообще всю. Но я выхитрился отжать эту память, прежде чем они изъяли, она совсем маленькая. Я просто не сумел купить сегодня андроид для того, чтобы посмотреть, сохранилось у меня это аудио или нет. Но я сохранял на CD, так что должен сохраниться. Вот. Будет ли просить политическое убежище? Да, конечно, будет, если будет такова возможность. Но Куба не дает политическое убежище практически никому, там очень сложно получить гражданство. Сейчас отвечу на четвертый вопрос. Значит, невозможно получить полиэтиленство гражданства. Но вот дословно, то есть, как сказал этот полковник, то есть, если дело политическое, мы, то есть, вот Макс может находиться там еще полтора месяца легально. То есть, три, ну, если вы прилетаете, то есть, виза там не нужна, то есть, вы можете три раза по месяцу взять. Потом можете вылететь, снова прилететь и опять три раза по месяцу, и так бесконечное количество долга находиться. То есть, он может находиться на Кубе, по их словам, тогда, если это действительно так. Может лететь в любую страну, которая ему угодна. То есть, они никаких претензий иметь не будут. То есть, Кубин, у них... Да. Да, я хотел у тебя спросить, Сережа, извини, что перебил. А они вообще требуют каких-то доказательств того, что Максим, что его преследуют по политической статье? Да, они хотят каких-то доказательств, но, что самое удивительное, на тот момент, когда они допрашивали, они уже знали даже о статье в Известиях. Так, значит... Вот да, у нас еще есть вопрос, как они отнеслись к тому, что вы национал-социалисты? Никак, они не знают, что это такое, вот, а над социализмом им слово очень близко, там пол Кубы исписано социализм или Моэрто, то есть социализм или смерть. О, как, понятно. И вот еще один вопрос. У них все делятся на нации, вне зависимости от расы. У них вся нация кубинцы, вот, у них национального вопроса нет. Ага, ясно. Так, и вот у нас еще один вопрос. Лично тебе, Сергей, планируешь ли ты вернуться в Россию, открыто участвовать в... Нет, планирую, значит, просто тут пикантный момент какой. Дело в том, что я летел до Москвы в этот раз, сразу взял билет. Я прилетел в Москву, у меня не запустили даже таможенную зону ФСБ, то есть у меня отняли оставшуюся часть вещей, а летел я с Кубы очень легко одет, ну, там плюс 30-35, то есть одет я был, соответственно, рассчитывал переодеться в аэропорту. Но меня не пустили в аэропорт, так как выяснилось, что я нежелательное лицо на территории Российской Федерации, чтобы я не давал никаких комментариев и тому подобное. Ну, и плюс Олимпиада. То есть у меня официальный запрет, я потом выложу бумагу на посещение России, то есть если я появлюсь в России, меня посадят. То есть ты получаешься персону Нонграда в России? Да, то есть уникальный случай, когда я уже прилетел тут в Белорусский аэропорт, меня встречал весь аэропорт, потому что им было интересно посмотреть на Белоруса, который ухитрился получить персону Нонграда в России, потому что, в принципе, это само по себе абсурд. Сейчас Россия и Беларусь – это единое государство. Это, ну, примерно то же самое, что если гражданину Смоленска запретят ездить в Московскую область. Ну, по сути, да. По сути, да, ты прав. То есть официальный запрет от ФСБ, мне заставили расписаться, то есть, ну, вот такие дела. И вот здесь такой немножко, скажем, провокационный вопрос. С чего вы взяли, что это дело политическое, если в буквальном смысле Макс не занимался политикой? Есть буквальный смысл, а есть статья. Статья 282-я, в принципе, во всем мире считается политической. Она считается ущемлением свободы слова, ущемлением всяких человеческих гражданских прав. То есть можно не заниматься политикой, можно заниматься то, чем занимался Макс, всякими общегражданскими делами, и все равно это будет политика. Политика – это не обязательно сидеть в Думе и не обязательно ходить на русские марши. Может быть, уличная политика – то, что делал Макс. И вот у нас следующий вопрос. Что нужно делать, чтобы Максима отпустили? Чтобы Максима отпустили – максимальный шум. И сейчас максимальное давление должно быть на посольство кубинецкое. То есть сейчас все, что можно сделать, это, прежде всего, писать и всячески показывать кубинцам, что да, большую вот эту пестицию прикреплять, что вот смотрите, сколько людей подписало, что десятки тысяч человек в России считают, что это дело политическое. Потому что в Устале Интерпола четко записано. Значит, нет выдачи по национальным вопросам, нет выдачи по политическим вопросам. То есть Интерпол занимается конкретно уголовными делами. Уголовные дела – это там кого-то убил, кого-то ограбил. Ну, то есть вот такое. И здесь тоже довольно интересный вопрос, можно даже сказать национальный. Каково отношение черных сокамерников к Максу? Слушай, ну, я не был там, но я думаю, судя по тому, вот насколько я видел Кубу, просто, во-первых, там Гитлеру всем абсолютно все равно. Гитлер, там, нацист, не нацист, всем все равно, не знаю даже, что это такое. Это раз. Плюс сама страна по себе до ужаса, вот, если, допустим, в Турции тебя зовут в магазин, но ты ничего не купил, тебе там чуть ли в спину не плюют, то здесь все равно тебе улыбается, такой, ну, посмотреть, это же, ты ничего не съел, все нормально, то есть посмотрел, не купил, то есть, или там, допустим, я постоянно парковался, не давал парковщикам денег, я приезжал в следующий раз, они мне все равно там си-си-синьор, я денег не даю, они мне все равно улыбаются. Ну, это менталитет, да, я так понимаю, их такой? Да, очень дружелюбно, но дело в том, что просто нужно понимать, там за драку дают 10 лет. Если убьешь корову, дадут 20. Даже так, священное животное, понятно. Нет, священное животное, дело в том, что на Кубе это, ну, это просто нужно видеть, там не хватает сельской техники, соответственно, очень плохо сельским хозяйством, она совсем-совсем примитивная, нет тракторов, и корова является достоянием государства. То есть, вот, допустим, есть корова, ты можешь забрать с нее молоко, но если родится селенок, он будет принадлежать государству. Ну, то есть, такие драконовские законы, они обусловлены объективными социально-экономическими причинами? Да, законы очень жесткие. Вот мы единственный раз наблюдали там не драка, а какая-то, ну, кто-то там кого-то толкнул сразу же. То есть, это находилось в центре Сантьяго-де-Куба, исторический центр. Если кто-то был, это вот где рядом храм, то есть, центральная площадь. Вот, там сразу подскочило человек 400 кубинцев, начало орать, тут же прилетела полиция, связали этого дебошира, он там, ну, какую-то пощечину буквально дал. Его тут же скрутили, остались сидеть только испуганные туристы, вот, и под рукоплескание толпы его загрузили в машину и увезли. То есть, там действия полиции, ну, это смешно, то есть, у нас бы просто растолкали в разные стороны и сказали, идите по домам. Вот, тут человека тут же связали, и при том это все приветствовалось, ну, вот, вообще абсолютно всеми кубинцами. Там, наверное, из некубинцев пошел на это смотреть один я, потому что туристы просто, охренев от такого бурного проявления чувств, видимо, испугались, что там что-то происходит, остались сидеть. Страна мега законопослушная, я неоднократно пытался дать взятки на меня, ну, за превышение скорости и всего остального. На меня смотрели как инопланетянина, то есть, вот, за полтора месяца там нахождения я один раз сумел всунуть 10 евро. И то, мне кажется, кубинец краснеет до сих пор. И последний вопрос перед нашим уходом на первую музыкальную паузу в эфире. Считаешь ли ты, что это заказ сверху или все еще инициатива отдельного подкупленного следователя? Ну, значит, просто какая информация, то есть, возможно, это прошло мимо всех, хотя мы это уже объявляли. То есть, есть информация там от вполне конкретных людей, что человек от Каминова, когда его закрыли, ходил и предлагал по достаточно высоким верхам просто Каминов, вот этот, который зам судебных приставов, нужно понимать, этот человек не просто так. Этот человек, там, чтобы он задницу с кресла приподнял, это стоило миллион рублей. Вот, то есть, человек весьма-весьма обеспеченный и должность весьма-весьма немалая. Вот, он конкретно за то, чтобы на Макса завели деньги, чтобы на Макса завели дело, предлагал деньги, ходил по ментам. Вот, если так, какие-нибудь все-таки службы безопасности выйдут на это дело, все-таки, я думаю, какие-нибудь менты скажут об этом, подтвердят. Просто так они в открытой не хотят заявлять, но информация такая и есть. Вот, дело в том, что пострадал же не только Каминов, пострадал его начальник. То есть, это очень-очень денежная должность. То ли хотят отомстить, то есть, все ведется к тому, что сейчас, вот, в ближайшее время у Каминова суд. Свидетели на этом суде кто? Макс, Костя, который тоже сейчас чуть ли не в розыске, тоже не в стране, но, надеюсь, он будет поумнее, не будет разговаривать со всеми вами по телефону и поэтому не попадется. Это Филипп, на которого тоже заведено уголовное дело. Это еще двое людей, которым уже несколько раз звонили, какие-то незнакомые люди и говорили текст, примерно, следующий. Что ты, ну ты же видишь, что происходит, ты смени показания. То есть, к тому, чтобы Андрюша, когда выйдет на суд, сказали, ну что, вот бес попутал, а вот свидетели, посмотрите, кто, все в розыске, они все преступники, как вы можете доверять. То есть, идет конкретная попытка дела отмазать Каминова. Вот, откуда, насколько высоко это лоббируется? Ну, судя по тому, что звонили из министерства, ну, судя по всему, очень высоко. Но у Каминов человек тоже не бедный, он может позволить себе это оплатить. И, я думаю, на этой ноте мы уйдем на музыкальную паузу, после чего продолжим наш эфир. Музыкальная пауза, друзья. Ну вот, дорогие друзья, вернулись мы с небольшого музыкального перерыва. И напоминаю, что сегодня в нашем вечернем эфире особый гость – это Сергей Малюта. И вот мы продолжаем задавать Сергею вопросы, которые поступают нам в чат. Вот парочка из них довольно интересных поступила. Кто адвокат Максима? Ну, видимо, такой вопрос связан с тем, что… Так, адвокат у Максима три. О, как. Да, то есть, последний вообще очень толковый. Во многом благодаря… Васильчик, такая, Михальчик, фамилия. Во многом благодаря ему вот этот шум. Он достаточно медийный такой адвокат, имеет много подвязок в СМИ. И вот, и он отрабатывает каждый рубль в него вложенной слихвой. Потому что все наши предыдущие адвокаты, они типичные адвокаты, они все пытаются решить так, ну давайте тихо, не будем делать шума, а вот это поднимает шум, он молодец. Но и те двое тоже неплохие. Да не такие вот типичные адвокаты. Ну, то есть, благодаря нему, собственно, имеет место такой резонанс еще больший. Во многом, да, благодаря ему. То есть, он первый, кто дал на Love News комментарии. И, собственно, он их и вытянул. Вот, кстати, идет… Такая граничная свобода, сейчас он сидит как, ну, как я понял, ну да, не как заключенный, скорее всего, как человек в пограничном состоянии, не знает, что с ним делать. Но вообще, по закону Кубинского, они могут держать его 7 дней без предъявления. А там либо выпустить, либо принимать решение о депортации. Ну, то есть, в пятницу, по идее, должен решиться уже вопрос. Ну, теоретически, да. Но дело такое, что где пятница, там и следующая пятница. Ну, в любом случае, я думаю, ему лучше сидеть там, чем ехать сюда. Там тепло. И отношение другое, соответственно. И отношение другое. Так, ну мы еще ждем вопросы. Тут вот у нас спрашивал такой, не самым лучшим свойством вопрос, откуда идет финансирование защиты кисака. Ну, сегодняшний день попытались собирать деньги, но собрали долларов 300. Но если все считают, что за эти 300 долларов кто-то разжился, то он сильно обломается. Ну, чтобы примерно представлять порядок цен, скорее всего, через пару дней я опять полечу на Кубу, но вот перелет туда-обратно – 2000 долларов. Вот я сделал два звонка, когда все это происходило. Значит, минута разговора стоит 7 евро. Час интернета паршиво стоит 7 евро. Поэтому желающие посчитать деньги, ну, берем из своих. Вот. Но если кто-то думает, что мы на этом там сильно нажились, ну, нет, не нажились. То есть, наоборот, свои уложили. И вот интересный вопрос. Я не совсем, конечно, понимаю, как он относится к Сергею, но, тем не менее, думаю, озвучим. Как ответит Реструкт в случае посадки Макса и будет ли движение заниматься более глобальными общественными проектами? Что означает более глобальные общественные проекты? Вот не уточняет, слушатель. Реструкт смотрится теми вещами, то есть все должны понимать, что такое Реструкт. Мы беремся за те вещи и моменты, на которые у нас есть активисты, желающие этим заниматься. Если будет какой-то активист, предложишь, а вот у нас есть более глобальная вещь, чем посадка педофилов, борьба с алкоголем или еще с чем-либо, и будет готов это организовать, да, Реструкт этим будет заниматься. А если это просто слова, более глобальные, ну, это просто словами останется. То есть основная беда всех политических партий российских, в том, что они говорят много, они говорят обо всех глобальных вещах, но ничего не делают. Реструкт идет другим путем, то есть мы делаем то, что можем, может мы делаем мало, но мы делаем. То есть Реструкт может похвалиться тем, что он производит работу. Вот, все остальные могут похвалиться большим количеством слов. Понятно ответил? Да, я думаю, вполне. Вот к нам приходят еще вопросики. Так, если петиция соберет 100 тысяч подписей, есть ли гарантия, что уголовное преследование Максима прекратится? И если соберутся все подписи, собирается ли он возвращаться в Россию? Максим, безусловно, вернется в Россию, если не будет, ну, если это, во-первых, будет зависеть от него как-то, потому что сейчас от него это мало что зависит, это зависит в основном от решения кубинского руководства, и частично от вашей инициативы каждого. То есть вот, если вы будете трезвонить, будете добиваться, то это все равно ему поможет. Вот, чем будет больше общественное внимание к этому делу, тем, соответственно, будет меньше возможностей для махинаций и подлогов. Потому что, ну, то, что сейчас как идет дело Максима, то есть уже начался суд, но при этом на суд предоставлен материал без экспертизы, на основании которой завелось уголовное дело. То есть фактически уже и дело быть не может, потому что из дела изъята экспертиза, которая является основой для судебного преследования Максима. Вот. А почему ее оттуда изъяли? Потому что, в принципе, она была либо липовая, либо подкупленная. Потому что, ну, любой здравомыслящий человек, послушав обзор Сталинграда, там не найдет этих слов, которые приведены в экспертизе. Вот, кстати, на тему экспертизы еще один вопрос. Какие комментарии по поводу всего этого дает Следственный комитет РФ? Следственный комитет РФ игнорирует этот вопрос. Вот. Но все зависит, опять же, от количества жалоб, которые туда придет. То есть каждая написанная жалоба, вот оно копится, 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 но рано или поздно этот камнепад может состояться. Если он состоится, полетят головы, найдутся крайние, наверное, даже кого-то посадят из бунтов. Потому что, ну, просто чтобы все понимали, дело не в этих роликах. Вот, допустим, у Анжея был обыск, у его родителей спрашивали не об этих роликах, а задали вопрос. Ну вот, а вот зачем они педофилами занимаются, а вот зачем они у педофилов деньги берут? То есть никто никогда не брал у педофилов деньги. Если бы хоть раз это произошло, то все бы уже сидели совершенно по другой статье. А здесь просто судить Макса за ролики с педофилами, но это уже было бы совсем наглость, то есть попытка отмазать откровенных негодяев. Вот, поэтому нашли хоть какой-то повод, и вот эти дурацкие ролики – это просто повод. Но вот обыски и у Максима, и Нэнси, когда брали, и у Филиппа. То есть все равно идут разговоры, ну вот, а зачем вот они трогают педофилов, но это добро не приведет. То есть все равно, вроде обыск идет о размещении ролика, а вопросы задают о педофилах. Ну, то есть эдакое педолобби, о котором Максим буквально тоже недавно говорил. Да, ну как, может быть это не педолобби, а просто проплаченные деньги, но вопросы уж больно специфические. И вот здесь задают нам вопрос, есть ли у Макса возможность выхода в интернет, и какая связь вообще с ним поддерживается? На данный момент связи никакой нет. Вот мы зависим от одного человечка в миграционном отделе местного, который дает какую-то информацию. Вот я туда звоню, он там что-то говорит. Вот, все, больше никакой связи нет, я пытался там, когда находился, нанять адвоката, вот, мне не дали сделать, даже сделать этого, сказали, это не нужно, если нужно, мы предоставим сами, у нас такой практики, как и адвоката за деньги нет. Там социализм. То есть там они дают бесплатному адвокату, получается? Да, там они дают бесплатному адвокату, там бесплатные коммунальные услуги, там бесплатные электричества. И при этом все бедные. Ну, счастливые, реально счастливые. То есть, ну, вот, такое количество улыбок я не видел очень давно. Ну, да я, наверное, вообще не видел никогда. Там заезжаешь, ну, просто я там выложу фотографии с домами, просто там щели в палец, вот, вместо крыши просто вот один шифер положен, то есть больше ничего. Вот, то есть, когда дождь, там капает. Но народ счастливый, при этом это еще не самый бедный дом. Вот, при этом заезжаешь в деревню и видишь, что там счастливые дети в пыли катаются, как, не знаю, как у нас воробьи. Их дохрена этих детей. Просто нереально много. Столько детей я не видел нигде. И вот у нас еще один вопрос. Когда состоится суд на Кубе и будет ли просить Максим политическое убежище там же? На Кубе суда не будет в любом случае. То есть, как я уже говорил, процедура очень следующая. Если Куба найдет подходящую статью, которая сходна с 282-й, Макса могут выдать. Если такой статьи не будет и дело будет политическое, Макса просто не будут выдавать, а просто предоставят ему свободу передвижения. То есть, он там, куда хочешь пошел, куда хочешь поехал, там, хочешь на Кубе тусует, хочешь, уезжает, это будет личное дело Макса. Куба не будет иметь к этому никакого отношения. Суда там не будет в любом случае. То есть, могут просто принять решение об экстрадиции и вон в Россию. То есть, она, это решение об экстрадиции принимается не судом, я так понял? Нет. Интересно. Это там как-то на основе полученных документов они принимают решение. Но они очень боят скандала, просто у Кубы и так имидж политический плохой. А тут остров свободы, и тут прям вот такая конкретная несвобода. То есть, Куба же там всегда остров свободы и все такое. А то тут конкретный беспредел. То есть, сейчас вот всем, чем может помочь любой из слушающих, это пойти еще раз не полениться, заставить бабушку, написать очередное заявление в Кубу и петицию подписать в кубинское посольство. То есть, это вот максимум, что можно сделать. Да, дорогие друзья, поэтому те, кто нас слушает, и те, кто нас будет слушать, потом уже записи, переходите на сайт с петиции, подписывайте петицию. Также отправляйте заявление по той форме, которая выложена у Максима на стенке в его профиле ВКонтакте. Отправляйте его в Следственный комитет. Будем ждать реакции. В принципе, я смотрю, у нас вопросов особо больше нет. Больше такой юмор. Ну, я думаю, что в Россию поедешь с Тесаком, если все нормально, и будешь попадать с ним в кадры съемок проектов. Ну, я впереди попадаю в кадры, просто мы их вырезаем в эти кадры. Я не очень люблю быть в кадрах. Вот слушатели у нас также интересуются насчет трансляции. Да, будет увеличен лимит. Просим прощения за такие технические неполадки. Обязательно будет расширена трансляция. Можно будет всем зайти, послушать без каких-либо проблем. К сожалению, в данный момент сервер перегружен. Запись обязательно будет выложена в группе Restruct.fm. Вы сможете пройти, послушать сегодняшний эфир. Кстати, вот у нас тут спрашивают, ну, по-моему, уже говорил Сергей, что полтора месяца, да, будет Максим находиться на Кубе, если его отпустят? Да. И у меня уже такой вопрос возникает. А дальше он сможет куда-то беспрепятственно выехать уже с Кубы? Есть страны с безвизовым режимом. Это Перу, Эквадор. Ну, на самом деле мы сделали большую ошибку тем, что они уехали сразу в Эквадор. С Эквадора бы точно нас никто никогда не выехал. Просто Эквадор принципиально никому ничего не выдаёт. Никого. А почему изначально выбрали именно Кубу? В силу простой причины. Не было прямых рейсов ни до Перу, ни до Эквадора. Все рейсы были через Москву. Вот. И поэтому были вынуждены... Ну, был один рейс, но он был безумно дорогой. Это вообще нереальных денег. То есть мы решили, что за эти деньги лучше их потратить на то, чтобы посмотреть на Кубу. А спустя вообще с приезда Максима на Кубу, сколько времени прошло, когда его уже арестовали примерно? Ну, полтора месяца. То есть полтора месяца Максим Сергеевич нормально себе припевающе жил? Да. Понятно. Ну что же, дорогие друзья, будем надеяться, что разрешится данный казус. Всё-таки здравый смысл возобладает. И власти Кубы всё-таки не выдадут Максима Сергеевича, учитывая то, что по линии Интерпола выдача происходит только по общеуголовным статьям. И я думаю, вот последний меркантильный вопрос на сегодня. На Кубе вообще хватает денег на проживание, еду и прочее? У кубинцев или у туристов? Я не понял вопроса. Скорее всего, у туристов. Ну, значит, нужно понимать, на Кубе можно жить очень дёшево, когда ты начинаешь разбираться в местных реалиях. Вот, допустим, ты подходишь и хочешь купить пирожное. Тебе говорят, ван Кук, тут же рядом цена в Песо. Просто на Кубе две валюты официально. Это Песо непосредственно, которым рассчитывается местное население и валюта для приезжих. Кук. Кук – это около евро. Вот. И, значит, цены вывешены в Песо. Но так как ни один турист не знает, сколько цена Песо по отношению к Куку, то цена получается очень дорогой. То есть, грубо говоря, за один… Реальная цена Кука – 45 Песо. Пирожок стоит 5 Песо. Вот. Но если ты турист, платишь Кук. Но если ты умный и подсуетился, и где-нибудь из-под полы поменял на местное Песо, то ты за один Кук уже купишь сколько там? 9 пирожков. Ну, допустим, мы 25 килограмм фруктов различных, которых в России даже нет, купили, ну, потому что мы покупали в Песо, ну, за евро. Вот как. Ну, значит, хостел на двоих, ну, просто их нужно найти, нужно иметь, как искать, они совершенно не обозначены, там такая очень скромная табличка, а там все стандартно. То есть, вот, допустим, хостел должен обозначить быть так. Вот его, если ты не знаешь, ты его не найдешь. Но хостел-то вполне прилично. Значит, там за двухместный номер с завтраком вы отдадите 7 долларов в сутки. Так, и вот нам все-таки продолжают поступать вопросы, я думаю, все-таки следует им уделить внимание. Есть ли реакция на письма, отправленные на электронные ящики посольства Кубы? Ну, я не могу ответить, я же не работаю в Кубинском посольстве. Так, у нас тут очередной раз вопрос в пятницу, Максима могут уже отпустить, верно? Ну, здесь уже все зависит. По закону должны. Здесь уже непосредственно к тебе, Сергей, вопрос. Я, конечно, не знаю, следует ли его озвучивать, но, тем не менее, история со взрывом, в котором обвиняли малюту, как завершилась? Можно я не буду это комментировать? Ну да, я думаю, тоже не стоит. Да, ребят, задавайте, пожалуйста, вопросы по теме Максима Сергеевича все-таки. Можете на любые темы вопросы задавать, но просто некоторые вопросы я не буду отвечать. Да, все-таки имейте в виду, что есть некоторые вопросы, которые и озвучивать не очень хочется, да и нежелательно в принципе. Все-таки тема у нас основная – это Максим и ситуация, которая возникла вокруг него. Так что вот желают удачи Сергею Максу, будем держать плаких. Ну, я думаю, люди у нас настроены все-таки боевито, будут поддерживать, будут подписывать петиции, слать заявления на сайт Следственного комитета. Вот. Ну, что я могу сказать, дорогие друзья? Так как вопросов нет, в принципе, все основные события, которые происходили, мы сегодня затронули, то, я думаю, имеет место завершение эфира. Ну, вот. Так, вот опять вопросик, почему из Кубы не попытались переехать в Эквадор, например? На самом деле все очень просто. Мы собирались переехать, ждали рейса. Мы просто хотели морем и ждали там знакомых рыбаков, с которыми хотели поехать. Кто посоветовал Кубу вообще, вот здесь интересуется? Почему именно... Я уже ответил на этот вопрос. Мы хотели в Эквадор или в Перу. Но прямых рейсов нет. Есть рейсы из Украины, мы на тот момент находились на Украине, через Москву. Через Москву, и так как Макс находился в Розыске, ехать был не вариант. Соответственно, для того, чтобы выбраться потом дальше, куда-либо туда, либо туда, нам нужно было долететь до Кубы. Вычислили нас просто по телефону. Макс имел неосторожность указать телефон ВКонтакте, несколько людей на него звонило. Очень интересовались, кстати, кто же звонил на Кубу. Вот, то есть непосредственно вот этот майор, который меня допрашивал, я видел вот этого, значит, как это называется, постановление, постановление привод, что ли. Вот, то есть запрос российский был такой, что вот Макс находится вот по этому телефону, а телефоны там все станционарные, как в советское время, то есть открываешь просто книжку, справочник телефонный, и к любому телефону дается адрес. Ну, здесь тоже вопрос, но, наверное, больше такой из теории вероятности, сколько светит Максиму в плохом развитии дела? Пять лет. Ну, просто, значит, как получилось, то есть тут же была амнистия, и бы изначально Макса осуждали по первой части 282-й статьи. То есть, так как Максим по этой части ранее не осуждался, это не было рецидивом, и он попадал под амнистию. Следователь, который кривой, значит, быстренько понял, что он случайно может выпустить Максима, и взял, приписал Максу о том, что он якобы угрожал кому-то. То есть, на самом деле, дословно там Макс говорит так, что вот в фильме вот убивают там немецких подстилок, по-видимому, скоро в фильмах начнут убивать там других подстилок. Вот почему-то в этом нашли страшный экстремизм и призыв к убийству. И прикрутили тут же быстренько вторую часть, а так как Макс первый раз осуждался по второй части, соответственно, он рецидивист, и, соответственно, под амнистию Макс не попал. Это для желающих там рассказать о том, что Макс в СБшник, они могут задуматься. Вот почему? Вот могли же Макса выпустить по амнистии, и вроде бы все было красиво, А, нет. То есть, понятно, что на суде это все развалится, но амнистии уже не будет, и минимум по первой части на два года Макс имеет шанс уйти. Это минимум, что Максу светит. Максимум пять лет. Ну да, то есть, в любом случае, что-то светит, если Максима экстрадирует сюда. Вот еще один вопрос, уже провокационный, как мне кажется. Были у Малюты или у Макса разговор, или какой-то контакт с российскими спецслужбами непосредственно на Кубе? Нет. Вообще никакого разговора. Там нет, не может быть каких-то контактов со службами, потому что это Куба. Ну, человек имел в виду, что представители российских спецслужб там все-таки присутствуют. Но я никого не видел. Да. Но кубинцы, они очень ревностно относятся к своему суверенитету. То есть, допустим, там американское посольство. Вот, значит, напротив американского посольства огромный баннер. Свобода или смерть. И чтобы к американскому посольству никто не подходил, ну, чтобы с американцами не общались, все цеплено, придумано круглосуточно кубинскими полицейскими. Ну, не сможете подойти к американскому посольству даже, если захотеть. Ну, я вот смотрю... А самое мрачное здание в Гаване, которое мы видели, это как раз российское посольство. Во-первых, оно самое огромное. Она какая-то серая, унылая, окруженная колючей проволокой. Ну, впечатление производит мрачное. Там только продолжение там этого, обители зла снимать. Сергей, а российские дипломаты вообще каким-нибудь образом реагируют на данную ситуацию? Вот именно работники дипломатического... У меня нет никакой информации, но, судя по тому, что вообще нет... Кого никакой информации нет, думаю, пока просто хранят гордое молчание. То есть, в принципе... Ну, конечно, какие-то разговоры там идут, но они их наружу на публику не выкладывают. Ну, то есть, это закрытая такая информация? Да, это закрытая информация, то есть, но у него адвоката, тем более у меня ее нет. То есть, как ее получить, я не знаю, если у кого-то есть какие-то возможности, то мы будем рады. Вот, то есть, если кто-то может помочь информацией, то есть, пожалуйста, помогите. То есть, может быть, у кого-то есть там знакомые в российском посольстве на Кубе. Вот еще один вопрос. Много ли на Кубе негров? На Кубе негров? Ну, если верить Википедии, там 60% белых. Я скажу, что нет, это неправда. Я думаю, там процентов 30 чистые негры, процентов 30 метисы всевозможные, потому что там метисы с японцами, мулаты с испанцами, между собой араваки, там еще кто-то. Это местные индейцы перемешались. То есть, очень много. То есть, реально белых, я думаю, там процентов 20. Остальные вообще непонятно какие. Но мы были в одном поселке, он очень выделялся среди всех остальных, где было реально процентов 80 белых. Вот здесь тоже один интересный вопрос. Как думаешь, могут ли Максима выкрасть в Россию, так же, как Дацико из Норвегии? Ну, я не знаю, как выкрадывали Дацико. Это, к сожалению, история пошла у меня, если его там выкрадывали, то я сомневаюсь, что у кубинцев можно что-то украсть. Одна из самых больших тайн Кубы, мы хотели пробраться к Гуантанамо, чтобы его снять. То есть, все настолько плотно, эта огромная территория оцеплена кубинскими военными, что мы не смогли даже, не знаю, забор увидеть. Если кто-то попытается, а так как Макс находится в подобной военной зоне Кубинской, то им придется весь спецназ в ГРУ отправлять. И то не с особым успехом, потому что Кубинский спецназ славится на село Латинской Америки. Вот такая информация, дорогие друзья, такой ответ на ваш вопрос. И вот еще один вопрос нам поступил, вот Сергей ты рассказывал насчет ситуации с американским посольством, что его охраняют местные полицейские. У нашего слушателя возник вопрос, такая ситуация только с американским посольством? Только с американским. Мы в первые дни подошли к российскому посольству, из российского сразу выскочил сотрудник службы безопасности. Вот сразу, буквально минута-две, и он сразу нарисовался, а что это вы здесь делаете, а что это вы снимаете. Но он, конечно, не узнал, кто мы такие, думаю, потом грыз себя за локти. А напротив, рядом совсем маленькое белорусское посольство, которое выглядит нарядненько, чистенько, мы к нему подошли и хоть-то там, не знаю, делать что угодно. То есть, белорусы как-то спокойно реагируют на внимание к своему посольству. Вот это россияне прям сразу нарисовались. Ну и российское вот прям выглядит мрачное, такое серое здание, ржавая колючая проволока, везде камеры. И название, кстати, мрачное у российского посольства. Меч в сердце Куга. Так, и вот к нам еще все-таки продолжают поступать вопросы. Вот один из них такой немножечко большой, но я все равно его зачту. Сразу после задержания Максима появилась информация в СМИ, что заключенный в Гуантанамо потребовал российское ТВ, после чего к нему приезжали дипломаты из РФ. Не находите ли вы в этом совпадение? Я не понимаю, о чем речь. Максим не в Гуантанамо сидит. В Гуантанамо это американская база, где содержат всяких террористов. Вот. И дополнительно Гуантанамо охраняется не только американцами, но еще и кубинцами, чтобы туда вообще никто к нему не подходил. А официально в розыске подвесился второй за то, что снял обзор трех роликов. Ну, точнее, снял обзор двух роликов. Третий ролик. Вообще непонятно, зачем к Максиму прикручивают. Это ролик Гнать Чурок из Москвы, который Макс не снимал, не озвучивал. Он был один из тех, кто его репостнул. Там репостнуло порядка 500 человек, но обвинение предъявили одного Макса. Его можно в интернете поискать, посмотреть и убедиться, что Макс не имеет к этому ролику отношения. То есть там голос не Макса, там нет ни одной фотографии Макса, там просто мультяшка. Макс никогда не умел делать мультяшек. То есть почему этот ролик там пытается, притом Макс его был реально просто репостнувший. Почему пытается и этот ролик прикрутить к Максу, непонятно никому. Вот еще один вопросик пришел. Что следственный комитет передал посольству Кубы? По каким якобы делам проходит Максим, я слышал, что ему хотят приплести разбой и так далее. Ну, со слов майора, с которым говорил я, который меня допрашивал первый. Да, это действительно так. То есть они изъяли же и мою аппаратуру, что совершенно незаконно, потому что они могли изъять только Максимову. Я-то ведь не гражданин России. Россия не может потребовать от меня ничего. Все, что принадлежит, принадлежит. Вот, изъяли и мою, сейчас пойду в суд судиться, буквально может завтра возьму адвоката и пойду уже в кубинское посольство требовать, чтобы все у меня мое вернули. Они изъимали всю аппаратуру, притом кубинцы сами в ней не разбираются, и поэтому они хватали вообще все. Ну, то есть у нас был там совершенно простенький Nokia, у которого нет даже камеры. Хватанули даже его, а вдруг там есть не экстремизм, а криминал. То есть конкретно дословно вот этот майор там, вот на предмет криминала, нам сказали все изъять, но они сами не знают, что это такое, как с этим делать. То есть они видели это где-то по телевизору, но совершенно в этом не понимают ничего. Люди просят рассказать подробно всю историю, как Максима поймали. Я думаю, просто людей интересуют какие-то детали, может быть, которые Сергей у нас не упоминал. Посетили за столом, кушали, тут хлопали многочисленных дверей возле ворот, толпа идет полицейских. Вот, ну и все. Куда-то там скрываться, бежать смысла не имело, да и некуда, потому что за спиной была отвесная скала. Ну, то есть Максим никакого сопротивления не оказывал, да? Так, а для чего его оказывать, то есть, ну, во-первых, было непонятно, дело в том, что там постоянно и так происходят всякие рейды, там, все вот эти, где сдаются дома, периодически проверяют там, предмет там, а нет ли местных девок. То есть, местным девкам нельзя тусоваться, ну, с туристами. А они, конечно, все равно тусуются, но им нельзя. Вот, то есть, познакомиться там очень просто, достаточно там. Ну, то есть, там, мы там нашли, кстати, пикаперов, которые в Москве дают тренинги. Вот, они приехали туда снимать девок, над ними издевались, типа, а что тут их снимать? Тут вот посмотрел на нее, и она сразу снялась. А это официальный какой-то запрет или негласный, что им запрещено общаться с туристами? Нет, это официальный, то есть, если ее ловят с тобой, ее как-то там пробивают, если это повторно, то, значит, ее штрафуют. Вот, то есть, если несколько раз, вплоть до тюремного заключения. Вот, но теоретически ты можешь с ней познакомиться, вот, но тогда ее регистрируют прямо у них там ID, все дела, и, то есть, она может там у тебя быть, но ее обязательно должны зарегистрировать. Вот, но если у тебя их таких несколько окажется, то уже какую-то из них начнет подозревать в проституции, начнет крутить. Вот здесь спрашивают, пытался ли Максим изменить внешность на Кубе? Да зачем? Вот я тоже не понимаю, зачем? Видимо, предполагают, что, наверное, будут его искать. Ну, о том, что ищут, мы и так знали. Дело в том, что мы просто не предполагали, что российская эфемида может настолько нагло просто обманывать другие государства и требовать выдать Максима совершенно не за то, что он совершил. Ну, просто на самом деле это урок не только нам. Вот, то есть, ну, не надо было телефон выкладывать, там, давать всем желающим, кто хотел нам позвонить. Не нужно было надеяться на то, что не выйдут, надо было уябывать в Эквадор. То есть, хотите сбежать, едьте в Эквадор. Вот у нас одного слушателя интересует, а на каком языке кубинцы объяснили вам, за что задержан Максим? На испанском. Вот здесь у нас еще есть один интересный комментарий. Значит, напомню, что службы Российской Федерации договорились с норвежцами и, нарушая все нормы и правила, вывезли Дацика в Россию и закрыли. По-моему, такой же вариант может провернуться и с Максимом. Это не совсем так. Дело в том, что Дацик совершал конкретную уголовщину. То есть, там все, ограбление ларьков с телефонами, но это нельзя назвать политикой. Ну, никак. Поэтому я не знаю, что там, не надо было ничего нарушать. Они и так его выдавали по запросу. Конкретную уголовщину, то есть, никаких проблем к выдаче нет. А то, что он просил там политическое убежище, ну, просил. Но ему же его не дали. И вот, Сергей, вопрос к тебе лично. С точки зрения норвежца и с точки зрения закона. То есть, он совершил уголовное наказание. Зачем норвежцам уголовник? Может быть, он там какой-то Робин Гуд счастливый, но норвежцы далеки от российских реалий. Вот. Им как-то все равно. Для норвежцев, как мне кажется, Дацик был вполне конкретно уголовник. Ситуация с Максимом совершенно другая. То есть, статья конкретно политическая. Во всем мире 282-я, это статья конкретно репрессивная, конкретно нарушение свободы слова и всего остального. То есть, она нигде не признается. Вот. Поэтому, странно. Ситуацию с Дациком и с Максимом нет, нельзя. То есть, я, ну, допустим, я, может, что-то не понимаю, или не совсем все знаю просто. Но Дацик выдавали как вполне конкретно совершившего уголовное преступление. То есть, там нет нарушения. Никаких международных законов там никто не нарушал. Только все желающие могут потратить 5 минут времени, зайти на сайт российского Интерпола. Там даже, даже там написано, что выдача подобных статьям не осуществляется. Розыскоподобных статьям не проводится. Вот здесь, кстати, интересуется, Сергей, дал ли Максим последние указания перед самим арестом? Ну, каких-то конкретных указаний не было. Мы достаточно давно с Максимом и плотно знаем, и, в принципе, понимаем друг друга и так хорошо. То есть, мы, ну, там, кто не в курсе, много-много лет знакомы. И вот, пожалуйста, один из наших слушателей интересуется, что ты будешь делать в том случае, если Максима не отпусти, то какие вообще у тебя дальнейшие планы на жизнь? Ну, я не буду на это распространяться. То есть, я, в принципе, не особо публичный. То есть, я занимаюсь своими делами. То есть, кто меня знает, они меня знают. Кто меня не знает, ну, как-то я не особо переживаю. Не вижу смысла отчитываться. Так, так. Ну, просто, в самом деле, там, я в России же был в розыске, но вот я все это легко пережил на Эквадоре. Поэтому, исходя из моего опыта, если вас реально приперло, в Эквадор можно попасть и нелегально. Было бы желание. Вот. Эквадор реально никого не выдает. Я в Эквадоре знаком с кучей людей, которые там прячутся от всех кого угодно, от российских правил властей, от белорусских властей. Я там знаком с тремя чуваками из ZS. Это такой мексиканский картель. Они завалили 27 человек. Все об этом знают, но они живут в Эквадоре, их никто не выдает. Протом, 27 человек они завалили разом, порубили на части и выложили с них послание. Так, ну, я думаю, все-таки будем уже завершать эфир, потому что здесь пошли какие-то сообщения совершенно не в тему. Все опять же, то есть, опять же, почему я рекомендую всем Эквадору? Я знаю человека, который 8 лет живет по всей Латинской Америке, катается Эквадору вообще 8 лет, у него вообще никаких документов нет. Там за 50 долларов можно любую границу перейти. Но если не повезет, то за 100. Вот совет, да, нашим слушателям, что в случае чего вы можете всегда уехать в Эквадор. Эквадор, то есть, если у кого-то совсем припрет, ну, дам даже какие-то контакты. Так, и я думаю, все-таки надо уже, да, наш эфир потихонечку завершать. Уже где-то час мы обсуждаем тему. Напомню, что сегодня у нас в эфире был Сергей Малюта. Сегодня мы разговаривали о ситуации, которая сложилась вокруг Максима Сергеевича. Подписывайте петицию, пишите заявление в Следственный комитет, чтобы вам прояснили, в чем заключается вообще вся суть ситуации, на мой взгляд, совершенно абсурдной, которая произошла с Максимом. И на прощание вот там пользователь желает Сергею, Максиму, всем терпения, душевного спокойствия, все русские за них. Ну что ж, большое спасибо. Будем надеяться, что данный инцидент все-таки разрешится в пользу Максима Сергеевича. Он и дальше будет продолжать свою деятельность. Всем большое спасибо. Запись мы обязательно выложим. До новых встреч, дорогие друзья. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!